Дверь, покой! Готовьтесь! Готовьтесь! Однажды, когда мы прогуливались с сыном, он поделился со мной своим секретом. Оказывается, у него появилась мечта увидеть Марс. Недавно я смотрю ролики про Марс и захотел там побывать. И я решил поделиться с папой своей мечтой. Ну, для меня это был вызов. И тут я вспомнил, что у нас в Горном Алтае есть свой Марс Алтайский. Это горы. Для нас была возможность вновь отправиться в Горный Алтай, потому что у нас была цель достигнуть этого Марса, показать его ребенку, показать его всей семье и показать вам. Привет, друзья! С вами пятеро на каникулах! Папа, с чего мы начнем? А начнем мы с того, что нам придется съесть лягушку. Дети в одной известной книге лягушкой называют важное и неприятное дело, которое нужно сделать в самом начале. И в достижении цели без этого никак не обойтись. Согласна. Я начинаю утро с того, что дело экзамен на математике. Я это не люблю, но это очень важно. Кто-то потом, когда я закончу, могу заниматься своими делами. Да, и наша лягушка на сегодня это пять часов пути. И мы отправляемся на Марс! У-у-у! Итак, мы отправились в путь, и цель наша была очень непростой. Не только доехать до гор, всем известных как Марс, но и пройти всем вместе этот жизненный цикл от мечты до ее исполнения. В горном Алтайе я был не впервые, но в этот раз мы поехали очень далеко, в сторону Семинского перевала. Считается, что после него начинается настоящий горный Алтай. Мы отправились сплавляться по Катуне. По дороге к месту сплава мы увидели такую великолепную панораму гор, что просто сразу остановились. В этих местах нет сотовой связи, нет интернета. Казалось, само время остановилось, чтобы мы могли подумать над чем-то важным. Время остановки – это время проверки наших целей. А так ли они важны? И все ли они важны? А потом мы продолжили свой путь, ведь нас ждала самая большая река Горного Алтая. Она так и не покорилась человеку, и каждый раз сплав – это вызов. Если что, присти меня, и все. Если нет. Надо быть честной, и я очень боялась, особенно на порогах, когда наша лодка несколько раз вертикально вставала под углом почти 90 градусов. И хоть мы все были в жилетах, я переживала. И на поворотах мы очень близко подплывали к скалам на большой скорости. Выдохнуть я смогла, только встав твердо на берег. Мы окунулись в эту бодную стихию, где все подчиняется своим правилам. Может быть страшно, и ты не знаешь, случится что-нибудь или нет. Но ведь именно это порой и прекрасно. Мама, жива! Лема сейчас в другое место. Да, теперь мы поехали в это дело среди конеца. Держи камеру, мама камеры верни! Камера верни? Камера верни? Меня посадили за руль. Мне нравилось управлять этой водкой. Я получил наслаждение от сплава, так как для меня подобное мероприятие является отдушиной, нежели экстримом. Был, конечно, один момент, когда на обратном пути я лег на нос лодки и при этом ничем не страховался. Да и в руках была камера. Волны таки били дно лодки, подбрасывая меня каждый раз. Но эффект получился впечатляющий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, это было восхитительно. Страшновато. Это было самое лучшее в моей жизни. Жить можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама, здесь столько времени без воды. Да, представляешь? И мы даже люди состоим на 65% из воды тоже. А где этот человек не может прожить без воды? Да, больше трех дней мы никак без воды не проживем. Какая вообще польза от этой воды? Регулярное употребление воды нам необходимо для здравого мышления и даже улучшает координационную деятельность мозга. Да, точно. Я читала, что ученые доказали, если ты будешь пить много воды, то ты будешь очень творческим. Основное жилье на Алтае это базы отдыха различного уровня и формата. Но для семьи мы выбирали максимально комфортное место и первой остановкой стала барская усадьба в Ангудае. Я первая. Да я, да я вас их обгоню. Нет, нет, нет. Где мы? В Ангудае. Да, Альдар, мы на базе барская усадьба. Первые штаты. Побежали. Побежали. Посмотрите, какой бассейн. Смотри. Начиналось все с того, что одна семья приехала сюда, в Горный Алтай. И там была такая маленькая девочка. Какая, может быть, ляля? Покажи. Вот такая. Да. И вот сейчас она уже выросла, стала здесь хозяйкой. Ей пришлось пройти большой путь. Она здесь и стирала, и готовила, и убирала, и с людьми много общалась, и с ними работала. Прямо как вы у нас дома, да? Да. Хотите познакомиться? Да. Да. А кто это? Пойдемте, покажу. На базе барской усадьбы мы встретились и поговорили с ее хозяйкой, Настей. Она рассказала нам свой путь, с чего начинала и с чем ей пришлось столкнуться. Именно это нас вдохновляет. История людей во время путешествий, которые откладывают отпечаток и на нас. Дорога сюда действительно долгая. Красота окружающих гор впечатляет. И после насыщенного дня можно отдохнуть здесь в кафе у бассейна, послушать живую музыку и даже потанцевать, что мы и сделали. Следующая точка на карте нашего путешествия – Акташ. Акташ – это бывший горнятский поселок, выросший возле месторождения Артути. Здесь же происходит своеобразный рубеж природных зон. За Акташом начинается высокогорная степь. Сначала Курайская, затем Чуйская. Акташ – это и смена растительности, которая постепенно меняется от лесных массивов в сухие каменные горные пейзажи. Субтитры создавал DimaTorzok Марс я и так не увидел, но у нас здесь еще время. А пока нас ждало очень необычное Гизнельное озеро. Смотря на это озеро, в голову приходят мысли из одной книги, что на сердце человека, то и на его устах. Озеро содержит в себе столько прекрасного, поэтому оно это и показывает. Эх, есть над чем задуматься и работать над собой. Как тебе кажется, оно глубокое или нет? Я думаю, совсем не глубокое, тем более смотри, вон там кроссовок чей-то лежит. Ну может быть он просто застрял. На самом деле, я читала, что его глубина около 8 метров, зато длина около 30. Так что он такой достаточно хороший объем. Представляете, это озеро единственное во всем мире, аналогов ему нет нигде. Причина этому 4 маленьких водоема в одном большом и маленькая река, которая их соединяет. Также рисунки, которые вы можете видеть, это собственно то, с чем все приезжают туристы. Глина и песок перемешиваются между собой и создают рисунки на дне разной формы. Это могут быть и круги, и овалы, и дуги, а люди в них видят свою историю. Рядом с Акташом есть еще одно достопримечательное место. Дорогу с двух сторон окружают огромные скалы красного оттенка. У больших валунов открывается вид на расположенный ниже каскад горной речки. Эти скалы называются красными воротами. Этот фильм мы назвали «Как сделать невозможное возможным». И действительно, в каждом пункте нашего путешествия происходили различные события, в которых мы еще раз убеждали, что невозможное возможно. Например, когда мы снимали на древних-древних скалах, которые называются «Красные ворота», там размышляли просто о вере, что вера – это действительно твердое убеждение, такое же, как вот эти горы. Я увидел очень большие горы, и я подумал, сможем ли мы на них забрать? Вот, мой брат захотел залезть на них. И я ему сказал, что «Да ты сам дома с горки коленки разбиваешь, а ты хочешь на такие большие горы». А я верю, что котенец могу. Да, сынок, правильно. Потому что осуществиться в нашей жизни лишь то, во что мы верим. Вера – это наше твердое убеждение, которое имеет крепкое основание. Мы держали путь на перевал Коту и Рык – один из самых технически трудных перевалов Горного Алтая. И в то же время один из самых красивейших. А пока по дороге мы заехали в музей под открытым небом. Шел дождь, а мы с мамой точно не были настроены на общение. Добрый день. Здравствуйте. Я вас приветствую. Это третий колыбельный телегитер навечно забил в лаган. Здравствуйте. О, дети оделись уже. Мы приехали в музей, и там очень высоко висели машины на столбах. Ой, давайте собаку уберем, пожалуйста. Как уберут его? Все, вы просто отходите. Отходите. Внимание, не обращайтесь. А ну, пошел. На нас заморают. Они уже нас заморали. Ну, бывает. Музей под открытым небом стал для меня настоящим испытанием. Потому что, как только я вышла из машины, на меня сразу закинули собаки, у которых были причем грязные лапы, потому что шел дождь. Мои джинсы просто сказали пока. Но это было только начало. Потому что, как только мы вышли в какое-то первое помещение, да, мне дали какую-то кружку, чтобы было удобнее доить козу, которая мне в итоге так и не пригодилась, но мне пришлось таскаться с ней всю всю дорогу, экскурсию. Конечно, это совершенно необычные впечатления, необычный опыт такого встречи в реальной жизни, даже можно сказать, да. Но это тоже за вас стоит. Мы ходили по этому месту под проливным дождем. А потом владелец музея повел нас в загон к диким свиньям. В общем, нам тут нужна только какая-то лиза. Дети бежали вперед, им это было интересно, а я все смотрела, как белые кростовки утопали в навозе и пребывала в шоке от этого. Мы пошли туда, где живут кружки, и увидели поросят. Пошли в загон к свиньям, я смотрю, у меня дети туда уже забежали, ходят по этому навозу в этих кроссовках, и я понимаю, что что-то вообще не то происходит. Им-то интересно, они-то не видят как бы последствия, кто это все будет отстирывать, отмывать, где детей сушить там и так далее. Все же ты ляжешь на мои плечи. В общем, мы приехали к человеку, который собрал свой музей из всего подряд. Ему люди привозят, привозят, у него тут свои животные. Поросятки он видит? Это поросятки, причем дикие поросятки. Они там под дождем прячутся у вас. Вот они, козочки. Видишь? Ну, держи. А, нет! Ну, потрогай ее, держи. Вон, рога брызгай. Видишь? Смотри, какой шок. Погладь его, погладь. Козочка такая, да? Смотри, домой такую. Мужик. Потом ты будешь жить. Поросятки как раз сдается. Ильдар, ты видишь, вон, козочка? Видишь, какой мягкий? Погладь. Нет. Для кадра погладь. Для кадра, Лена. Для кадра. Лена, потрогай. Ты чего? На, держи. Держи, не больше. Вот так держи. Бегает. Сколько ему? А? Где? Полмесяца. Полмесяца? Смотри, видишь, возвращает. Мне очень понравилась маленькая козочка, которой папа держал на руках. Она недавно родилась. Давай, давай. Конечно, там немножко мне не понравился сразу и хозяин. Я сразу так с напряжением его встретила. И только когда мы потом сели у камина, немножко разговорились, я пыталась понять, что это за человек. Почему он сделал выбор здесь жить? Почему он копит все эти старинные вещи? О чем он вообще мечтает, думает? Какая у него семья? И когда мы уже уезжали, ну, необыкновенный человек, необыкновенный музей. И хорошо, что мы туда заехали. Что какое-то разнообразие, да, увидеть какие-то другие взгляды, другие бытовые условия. Просто понять, что, о, может быть, вообще все по-другому. И откуда начали собирать? У вас столько много реликвий. Да? Ну, откуда ты носишься? В Барновоне. Ну, в Барновоне сколько-то три года уже собирался. Собирался. А продать не ходить, это же все дорого стоит. А? Кого продать? Ну, вот все ваши реликвии. Ну, через 50 лет. Мне сто лет исполниться. Ага. После этого будешь продавать новых судей. А семья есть у вас? У вас детей, жена. Так что надо жизнью радоваться, жизнь дает один раз человеку. Правильно? Наш фильм называется «Как сделать невозможное возможное». Как вот достичь, если у человека есть какая-то большая очень мечта, как можно ее достичь? Ну, жизнь измеряется не количеством бедесетов, а количеством счастливых моментов. Путь начинается с первого шага, правильно? А как думаете, что важнее, вот цель достигнутая или вот сам путь? Сам путь. А у вас какие мечты еще остались? Мечты сбываются, порой не так. А все хорошее забывают. Песня слышала? Мечты сбываются, и не сбываются. Любовь приходит к нам, порой не так. А все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Бум-бум-бум-бум. Мы встретили коров, овец, лошадей. И это было так чудесно. Эта поездка не всегда была комфортной, в плане, что мы лежим там только на шезлонге, загораем, купаемся в бассейне. Были такие ситуации, когда мы проезжали много километров и не было на нашем пути никаких кафешек. Мы долго их искали, мы заходили в магазинчики в деревнях, спрашивали, где у вас ближайшая кафешка. Все уже голодные, но кафешки в этом селе почему-то не было, мы ехали дальше. Каждая остановка для нас была возможностью провести отличное время друг с другом. Дети мои красно-белые. На перевал Котойрык ведет достаточно сложная дорога. Нужно быть очень внимательными, а лет 50 назад и дороги не было. Была только конная тропа. Не всегда мы ночевали в очень хороших условиях, были уличные туалеты. Не всегда было очень комфортно нам, то есть нужно быть готовыми, если вы едете в Горный Алтай, что здесь будут максимально условия, приближенные к реальности, к природе. Но когда ты уже возвращаешься в свои привычные условия, ты вспоминаешь об этом и думаешь, ну нет, все-таки не так плохо, иногда нужно пройти такие моменты, чтобы начать ценить горячую воду, тарелки, хорошую вкусную еду, потому что на какое-то время ты сам себя целенаправленно этого лишаешь. КОНЕЦ Мы достигли этой цели. КОНЕЦ Нам очень понравилось, очень высоко, да, мы сейчас думали, как же произошел этот перевал, приедем, будем читать, вот, действительно очень интересная его история, да, как образовались эти горы. Куда вы расскажем? Информацию о происхождении именно этих гор мы так и не нашли, но провели чудесное время и даже немного потанцевали и поиграли. КОНЕЦ За моей спиной находится перевал Катуирык, сюда мы добирались несколько часов, и дорога была не очень простая, так как там много было бездорожья. Были моменты, когда хотелось уже остановиться, развернуться и вернуться назад на нашу базу в Акташ, но, зная, что нас здесь ожидает, мы все равно достигли этой цели и не пожалели, потому что те красоты, те пейзажи, которые вы сейчас можете наблюдать, это прекрасно. Эта дорога спускается вниз и направляется к Телецкому озеру, к его южной части. Об этом озере мы с вами разговаривали и общались, и показывали его в первом нашем фильме «Горный тест-драйв». Оставайтесь с нами, потому что впереди еще очень много интересного, приготовленного для вас семьей «Пятеро на каникулы». «Горный тест-драйв» А вот дорога обратно нас очень сильно удивила. Неожиданно в июне пошел снег. Лен, пик мне этот ключи, пожалуйста. Все, пик, пик, пик. Пик. Открывай. Летом снег. Вот тут кнопочка. Доставай. Вон там. Вот и гей. Руки. Да не, не потом закроешься. Летом снег. Да. Откуда? Оттуда. Папа, вы меня. Летом снег. Оттягивай меня. Тема нашей программы «Как сделать невозможное возможным». И сегодня мы увидели яркий жизненный пример подтверждения. В июне выпал снег. Смотрите. Хороший денек. Слышишь, как птички поют? Да, очень. Красиво, да так? Да. Папа, а мне страшно есть мечта. Какая? Побывать в двух местах в одной и то же время. Побывать в двух местах в одно и то же время. Хорошая мечта. Я думаю, все невозможно, возможно. И мы попробуем что-нибудь придумать. Хорошо? Ну-ка, дай пять. Погнали. Замечтай. Но потом перед нами предстал реально зимний пейзаж. Вы не познаете внутренний мир человека при первом знакомстве с ним. Точно так же вы не увидите все красоты горного Алтая только на границе с Алтайским краем. Для этого вам надо будет преодолеть собственную полосу препятствий, претерпеть кучу изменений и пройти большое расстояние. Но открывшиеся чудеса того стоят. Мам, вот все говорят, что у меня получится поехать на Марс, но я не совсем уверен. Получается, что я обманываю. Сыночек, спасибо большое, что ты делишься со мной своей тайной, но я хочу тебе помочь разобраться с этой ситуацией. Представляешь, я читала книжку одного нейробиолога, и она пишет, что если мы говорим одни слова, и даже если они очень хорошие, но внутри мы не верим, то это неправильно. И наш мозг не воспринимает такую действительность, и это даже может навредить нашему организму. А что же тогда делать? Тогда просто учиться верить, тренироваться и находиться в окружении тех людей, которые сами верят, еще и тебя вдохновляют. Мы сейчас находимся на Чуйском тракте, или трассе М-52. Она начинает свой путь от города Новосибирска и заканчивается Ташантой. Это практически граница с Монголией. По мнению National Geographic, эта дорога входит в пятерку лучших дорог мира. Но само название Чуйский тракт несет в себе отрезок дороги от города Бийска до Ташанты. Сейчас разгар лета, но, как видите, идет снег. Поэтому в Горном Алтае сказка может быть тогда, когда вы ее не ожидаете. Субтитры создавал DimaTorzok Курайская степь – это дно глубокой котловины, со всех сторон замкнутой высокими горными хребтами. Климат здесь очень суровый, даже летом. Пока мы там были, яркое солнце сменилось холодным дождем. Ветер действительно принес нам дискомфорт. Перед вами величественная Курайская степь. Она находится между хребтами – северо-чуйским и Курайским. Ее длина – около 20 километров, а высота – 1500 метров над уровнем моря. Климат здесь резко континентальный. Жаркое лето, холодная зима. Это вид просто завораживающий. Когда мы снимали фрагмент в Курайской степи, был очень сильный ветер. Несмотря на то, что вышло солнце, все равно было очень холодно. И вообще там вся природа такая достаточно суровая. И в заключительном фрагменте у нас был такой кадр, когда мы все лежим на земле. Земля была очень холодной. По нам ползали какие-то букашки. Оператор взлетел с дроном, с камерой, чтобы сделать красивый кадр. Резко пошел дождь. И капли нам в лицо. Представляете, мы лежим. И при этом оператор говорит – лежим, делаем еще один дубль. А мы все лежим. И сейчас, когда мы смотрим эти фотографии, когда мы смотрим эти кадры, мы просто улыбаемся. Но тогда это, конечно, было непросто. Ну что ж, Курайская степь стала отличным местом для важного жизненного урока для наших детей. Чтобы достигнуть цели, нужно к ним бежать. Есть время, когда ты делаешь рывок и все остальное отодвигаешь на второй план. Мы бежали с семьей по полю. Я очень устал тогда. Ну а если не можешь бежать, тогда надо просто идти. А это было для меня скучно. Да, иногда идти к цели – это скучно. Ведь ты можешь делать одно и то же, и причем продолжительное время. Я опять устал. И уже не хотела никуда идти. Когда мы не можем бежать, и даже просто идти, тогда хотя бы нужно лечь в направлении цели и готовиться к новому рывку. Пока мы лежали, я подумал, а разве наша цель достигнется сама, пока мы лежим? Мы пробежали, прошли и даже легли. Все эти стадии всегда есть в достижении целей. Так что отдохнули, вспомнили, ради чего мы идем, встали и пошли дальше. Мы по дороге увидели замечательную речку, которая, знаете, похожа была, как в фильмах «Властелине колец». река, трава, деревья красивые. Мы решили остановиться, передохнуть, набраться сил, просто собраться с мыслями, потому что впереди еще был долгий путь, нам нужно было достичь нашей цели. Ильдар, пойдешь чай пить? Пойдемте, пойдемте, на мостик сходим. Папа, пошли. Такие остановки, они очень важны для того, чтобы побыть вместе, собраться с мыслями, пообщаться, просто немножко отдохнуть, может быть, где-то повеселиться, покидать камни в воду, палочки позапускать, как дочь запустила, палку прям в дрон чуть не попала. Ну, слава богу, эти приключения у нас прошли мимо. В таких моментах ты собираешься с мыслями, делаешь анализ пройденного пути, планируешь дальнейший путь. Водопад для нас стал вообще спонтанной локацией. Мы узнали о нем по пути и решили туда заехать. Конечно, дорога туда была непростая. И когда мы дошли до самого водопада, когда уже она была близко, эта вода, падающая с гор, такой легкий бриз освежал в эту жару. Мы просто там немножко отдохнули, залезли на этот камень, приходилось друг другу помогать, чтобы туда добраться на него. Это было хорошее время. Ноги так и скользили по мокрым камням, но все же мы преодолели свои страхи и все препятствия и смогли насладиться этой величественной силой воды. Мы с детьми наблюдали, с какой же силой падает вода. И понимали, что начинался этот водопад с маленького ручейка. Из этого примера мы можем научиться тому, что всегда нужно начинать любое дело с того малого, что есть у тебя. Когда мы добрались сюда, прошел сильный ливень, И были еще тучи. Не очень-то и хотелось промокнуть насквозь, ведь нужно было оставить машину и идти очень далеко. Но дождь все же закончился, мы решились пойти. Нас встретил сильнейший ветер, от которого негде было укрыться. Мы встретили несколько туристов, которые полностью промокли до нитки. И все-таки мы приняли решение выходить и идти, потому что у нас не было другого варианта. Были люди, которые развернулись и уехали, не пошли дальше. Но мы понимали, что это вообще-то была цель нашей поездки, и нам нужно было дойти до конца. Первыми мыслями о многих, когда мы попали на Марс, было желание развернуться и уйти. Но не у меня. Я чувствовала, что нам нужно просто преодолеть эту дорогу, этот путь, дойти до конца. И когда все хотели сдаться, я наоборот уговаривала идти дальше. Сначала мы долго поднимались в гору. Очень всем мерзли. Ветер подувал нас насквозь, и мы устали. А этих знаменитых марсианских пейзажей все не было видно. И мы вернулись назад. Вернулись назад очень разочарованными, злыми. Сели в машину и думали, что все. И, наверное, в жизни тоже так бывает, когда ты чего-то не достиг, ты сдался. И вот чувство, что ты проиграл в чем-то, оно остается. Но что можно здесь сделать? Снять и использовать просто второй шанс. Я сказал, надо идти, не выстоите. Когда мы шли назад, был уже такой накал эмоций, что мы проделали путь сложнейший. И когда были совсем рядом, не справились и цель не достигли. Мы вернулись, сели в машину. Царило просто молчание. Дорога – это то, за что ты себя должен платить цены. Мы уже хотели сдаваться, ехать домой. Но мы собрались и поехали на цель. Во-первых, этот путь, который мы прошли от самого первого дня до достижения этой цели, мы менялись, преодолевали себя. И вот когда мы на этой точке стояли, мы просто поняли, что мы больше не такие, какие мы были дома, в комфорте, в городе. Мы стали совсем другими, более смелыми, более рискованными и более дерзкими в достижении своих целей, даже в других сферах. Марсианский пейзаж Чаганазун – это очень необычное место. Красный, кирпичный, оранжевый. Такого я не видела нигде. Я действительно думал, что моя мечта неизбыточная, и у нас не получится добраться до Марса. Но всю эту поездку происходило столько всего, что я научился верить и просто делать то, что мог. Я понял, что для достижения цели нужно верить, иметь рядом людей, которые поддержат тебя и пройдут этот путь с тобой. Мечта сына стала вызовом и для меня. Ведь я хочу, чтобы он стал успешным, а значит, чтобы мог научиться достигать разные цели в своей жизни. И я тоже не был с самого начала уверен, но, имея опыт, я знал, что даже неудача может многому научить. И мы в этой поездке столкнулись с трудностями, которых и я не ожидал, но вместе мы смогли их пройти. И мне важен не сам Марс, а то, что мы прошли в этом путешествии. Если говорить о выводе этой поездки, то я считаю, что она удалась. Мы смогли достичь нашей цели, Марс. Я видел глаза сына, когда он забрался на эту гору вместе с нами, взял этот кусочек глины красного цвета. И он говорит, я возьму его с собой, потому что я хотел увидеть Марс, и мне это удалось, вы мне помогли. И у меня теперь будет на память с собой эта земля красного цвета. И я хочу сказать, что такие путешествия с семьей, они вдохновляют. Мы надеемся, что наша поездка вдохновила и вас, и вы отправитесь вместе с нами в новое путешествие с пятер на каникул. Субтитры создавал DimaTorzok Ильдар, и твоя мечта сбылась. Какая? Давай, вставай сюда. Одна нога здесь, одна вот здесь. Ты сейчас одновременно находишься в двух разных местах. Алтайский край и Республика Алтай. О, не правда! Так что невозможное возможно. А с вами были... Вечера! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok